Рост числа преступлений и правонарушений среди детей и подростков зарегистрирован в этом году в Пинске. На выездном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних проанализировали причины и определили дополнительные меры профилактического воздействия на тех, кто часто попадает в поле зрения милиции. С подробностями наш корреспондент. Очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних состоялось на базе средней школы номер 9. Если в холлах и коридорах уже царит приподнятое предновогоднее настроение, то у членов Комиссии наоборот. Вызывает обеспокоенность рост числа совершенных правонарушений подростками до достижения ими возраста привлечения к административной ответственности. В городе Пинске практически на треть. У нас в городе сейчас отмечается рост пьянства среди несовершеннолетних. Разные причины. Это и халатное отношение как родителей, так и детей к непониманию закона, нежелание, наверное, читать букву закона, безделье. Это внеурочная занятость, о которой мы очень много говорим, чтобы дети были задействованы после школы, в кружках, секциях. Именно анализу причин негативного явления, а также организации профилактической работы и было посвящено заседание комиссии. Главный специалист Управления по образованию Елена Кулышева акцентировала внимание на использование ранних предупредительных мер воздействия, которые будут нацелены на формирование личности ребенка. Профилактической деятельности с конкретным ребенком очень важно не упустить в свое время. Эта ранняя профилактика является основной причиной, самым главным началом в профилактической работе. То есть на ранней стадии, когда личность еще не приобрела устойчивых взглядов и привычек, можно будет значительно легче и скорее достичь определенный результат. Для чего всех педагогов ориентируют на выявление неблагополучного воспитания и плохих условий проживания ребенка, изучение его круга общения, чтобы впоследствии избавить от источников негативного воздействия на подростков. Это формирование ценностей и взглядов у несовершеннолетних еще до того момента, как таковые сложились. И своевременная работа с родителями, задействование педагогов-психологов в работе, педагогов социальных, в том числе через реализацию республиканского проекта «Родительский университет». На заседании комиссии предложен ряд мер для эффективной организации воспитательной работы по профилактике противоправного поведения учащихся, в числе которых организация качественного содержательного досуга. Для детей развита большая структура внешкольных учреждений, учреждения спорта и туризма, учреждения культуры, по месту обучения в школах, масса всяческих секций, кружков, которые посещают дети. Но, к сожалению, не всем это, наверное, интересно или не все хотят. Вся работа, которую проводят педагоги, вряд ли даст положительный эффект без должного выполнения своих обязанностей родителями. Ведь ответственность за воспитание детей лежит прежде всего на семье. Персональное рассмотрение дел подростков с участием родителей – еще одна мера воздействия. Проблема действительно большая, поскольку и родительский контроль ослаблен в отношении таких детей, которые попадают в поле зрения правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних. Вот сегодня как раз мы будем рассматривать один вопрос. Это девочка, учащаяся в средней школе, и будет у нее по счету уже четвертое административное правонарушение, которое является крайней точкой для принятия решения комиссии о направлении ее в учреждение закрытого типа. Это так называемое спецучреждение. Комиссия, учитывая то, что девочка ни разу не воспользовалась шансом на исправление, передает дело в суд. Если заседание суда будет открытым, мы обязательно побываем там, расскажем и покажем, чтобы другим неповадно было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!